А знаете ли вы, что раньше на месте этой страны была высокоразвитая цивилизация, на трупе которой мы сейчас и живем и до сих пор пользуемся? А так как кроме торговых центров и паразитов на этом трупе ничего не зацвело, все потихоньку разлагается. В этом выпуске мы поговорим об изношенности водопроводных сетей в Уфе, которая составляет уже более 80%. Постоянное отключение и прорывы посреди дороги фонтанов воды – не случайность, а вполне закономерность. Тут вы видите прорыв трубы на улицу Губайдулина. А здесь вы видите, как залило кипятком улицу Исмогилово. Ну и конечно, как же без Сибайлова? Вы куда трубу приготовили? Вовушка для... Уф! Голосов! По нормативам нужно менять не менее 85 километров труб в год, а получается только 10. Об этом пишут аргументы и факты со ссылкой на министра ЖКХ Башкирии Сергея Афонина. По словам чиновника, износом мощностей объясняется рост тарифов на воду. Для ряда городов и районов республики согласовано повышение от 6 до 25%. В Уфе тариф на воду вырастет на 7%. Благодаря этому республика планирует собрать 172 миллиона рублей на ремонт сетей. Я тебе продаю, а ты в три дорога продашь людям. Правильно. Зачем бороться с коррупцией в сфере ЖКХ? Проще сдирать последнюю шкуру с населения. Доверенный информатор рассказал мне, что это варьё в сфере ЖКХ потом растрачивает наши деньги за границей. Пьянство и блудяи делают это они по нескольку раз в год. Может быть всё-таки и не займётесь, а не увеличением и без того раздутого тарифа. В общем, скоро с телегой запряжённого шуми будем все вместе ходить за водой. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал.